На днях состоялся визит премьер-министра Грузии, обедины Иванишвили в Ереван. И в связи с этим у нас довольно много обсуждался вопрос, то, что он приехал в Ереван. Значит ли это, что какие-то происходят изменения во внешней политике Грузии? Значит ли это, что та концепция, которая существовала до выборов, она меняется как-то? Я бы просто сказал, что пока что грузинская внешняя политика идет по инерции. Новое правительство будет следовать к старому курсу. То есть старый курс по основному. Я бы так уточнил. То есть это сближение с Евросоюзом, близкие отношения с НАТО. И здесь уже корректировка происходит, когда мы говорим уже о России. Что касается непосредственно соседних стран, как Армения и Азербайджан, то в этом плане нет особых прорывов, я имею в виду каких-то особых перемен, корректировок во внешней политике. Я думаю, что визиты, которые состоялись в Баку и в Ирлане, это указывает на то, что существующие раньше форматы отношений, они будут соблюдаться. Единственная, может быть, с Азербайджаном другая ситуация. В том плане, что попытка была как-то сделать некую корректировку в отношениях в смысле поставок энергоресурсов, но в последствии все закончилось тем, что старый формат отношений был сохранен. Во всяком случае, это заявлялось, но в самом Баку уже состоялось это известное заявление Бедзима Ивановичуни, когда он отметил, что цены на газ, они справедливы. Что касается поездки в Ирлеван, это тоже очень важный жест в отношении того, что акцентируется желание власти Грузии иметь конструктивные отношения со всеми соседями в регионе. Один вопрос, который, опять-таки, я выделил, который может повлиять на отношения с Арменией, это как наладится северное направление внешней политики. Пока что нам неизвестно, что происходит в этом мире. Вот в связи с этим в масс-медиа не грузинских, а армянских, может быть, российских, иногда бывает такая мысль, что Бедзин Иванович или пророссийские политики. Если даже вспомним все рекомендации западных наших партнеров, партнеров Грузии, в которых звучала проблема отношений с Российской Федерацией, то можно именно это и прочесть, что прежняя власть также получала рекомендацию наладить отношения с северными соседями. Так что желание перестроить отношения с Россией, я думаю, что невозможно взять за некую основу, оценить политику в Мишуле как про-русскую. Другое дело, как будут продвигаться прозападные проекты. То есть как интеграция в Европейский Союз или интеграция в НАТО будет продвигаться в Грузии. С этой точки зрения перемен пока что не наблюдается. Единственным сигналом такого пересмотра виделась возможность изменения проекта Карса-Халаки, железные дороги. Вот такая постановка вопроса была, стоит ли Грузия принимать участие в этом проекте. Но после поездки в Баку, после визита в Баку, этот проект также остается важным стратегическим характером. Ну раз про, здесь же разошла про железные дороги, да, вот у нас обсуждался вопрос об Абхазской железной дороге, что сейчас грузинская сторона как бы готова обсуждать этот вопрос, не связывая его со статусом. Вот сейчас во время последнего визита снова ее подняли, и беденые войси сказали, что да, это в принципе возможно. Хотя довольно осторожно. Вот как бы ты прокомментировал ситуацию с Абхазской железной дорогой? До выборов этот вопрос поднимался более, как бы сказать, смело. После выборов появилась осторожность. Это не просто отношение Грузии с Россией. Этот вопрос железной дороги через Абхазию уже касается отношений с Азербайджаном и с Арменией. Если этот проект будет осуществлен, то есть железнодорожное отношение, общение между Грузией и Российской Федерацией наладится через эту железную дорогу, это в интересах и Армении. Это все неизвестно. Но там может последовать реакция азербайджанской стороны. Хотя, если смотреть на транспортные коридоры, связывающие Армению через Грузию с Россией или вообще с внешним миром, эти коридоры и так действуют. Я думаю, что здесь больше есть опасение символического значения. И последний вопрос, уже как бы больше по внутренней политике. Да, вот довольно много времени прошло с момента выборов. Да, и сначала был большой энтузиаст, да, можно сказать, эйфория даже у каких-то людей. И в Армении тоже многие стали завидовать, что, смотрите, в Грузии поменялась власть путем выборов, да, чего у нас давно не происходило. Вот сейчас, если коротко, как вы можете оценить? Смотря как поставим вопрос. Поставим вопрос с точки зрения эффективности новой власти или с точки зрения ожиданий, которые появились до выборов в Грузии. Произошла ли какая-то смена отношений к новой политической элите или, допустим, снизилось ли доверие к правительству? Пока что об этом говорить не приходится. Наоборот, получается, вот недавно были опубликованы данные социологического опроса, который регулярно проводится Национальным институтом демократии. Если сравнить с результатами опросов до выборов, наоборот, поддержка грузинской МВД даже увеличилась. Хотя это объясняется не тем, что настроения быстро изменились, насколько это объясняется тем, что какой-то прессинг, существовавший до выборов, снялся, исчез, и люди более смело выражают свои симпатии и антипатии. Может быть, так можно интерпретировать. Но, во всяком случае, даже по этим опросам получается, что у грузинской мечты гораздо больше поддержки в обществе, чем у прежней политической мечты. Пока.